Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги, проблема лечения и профилактику тромбоэмболии легочных, венозных тромбоэмболических осложнений не вызывает сомнений. Она глобальна, но любая глобальная вещь требует детализации. Вот немного статистики. Это известные цифры, что на тысячу населения у двух-четырех больных случаются венозные тромбоэмболические осложнения. В России это 240-250 случаев венозного тромбоза, у которых у 100 тысяч населения развивается клинически значимая тромбоэмболия, в том числе у каждого десятого фатальная. Вот так это выглядит статистика в диаграмме. Но оказывается, что если выполнить изотопные исследования, то у 50% больных с венозным тромбозом имеется так называемая бессимптомная легочная эмболия. И если эти данные внести в диаграмму, то выглядит совершенно потрясающе. Оказывается, у всех тромбозов глубоких вен нижней конечности и таза только у 10% вроде бы нет эмболии. И это, конечно, настораживает. При злокачественных образованиях венозные тромбоэмболические осложнения случаются в 6-7 раз чаще. Это тоже известный факт. А у диссиминированных больных еще в 4-13 раз чаще. И таким образом получается, что у общей популяции только 0,2-0,4% венозных тромбоэмболических осложнений, у онкологических больных в среднем 1,2-2,8%, а у диссиминированной группы больных практически у каждого третьего. И у трети этих больных диссиминированных, у 90-х возникает тромбоэмболия и зачастую летальная. Послеоперационные тромбоэмболические осложнения на первом плане, конечно, это операция на желудоческосрическом тракте, гепатопанкреатододональная зона и операция на головном мозге. И вот после такой статистики, конечно, ни у кого не повернется язык сказать, что вот поделаем антикоагулянты и все пройдет. Антикоагулянты без сомнения нужны. И сейчас проводятся целые, не просто секции, а целые конференции по поводу различных нюансов проведения антикоагулянтной терапии. Вчера я был как раз на 35-й конференции, где этот вопрос освещался всесторонне. И все приходят к выводу, что просто антикоагулянтная терапия не дает гарантий от тромбоэмболии легочных артерий. Имеются механические способы профилактики тромбоэмболии легочных артерий. Это имплантация каофильтров. На этом слайде видны отечественные каофильтры, зарубежные каофильтры. В основном у нас применяется это трапези, это постоянные, или оптизи, это временные фильтры. Ну и вот наш фильтр отечественной корона. Однако, как показал опыт, а всего моделей каофильтров более 100. И в отдаленном периоде начали проявляться осложнения. Вот осложнение нашего отечественного фильтра зонтик. Здесь видно, что фильтр, во-первых, стоит косо, лучики его выходят за пределы вены, часть попадает в поясничные мышцы, в надкосницу, может в аорту попасть, в различные сосуистые структуры. Вот этот самый распространенный фильтр трапези, он, кстати, безразмерный. И иногда случается эмиграция. Вот видно, что фильтр этот достают из права предсердия. Если нижние полы и вена не широкие, не соответствуют размеру, то его острые ребра могут выходить за пределы вены. Вот видно, что одно из ребер практически пронзило двенадцатиперстную кишку. Но, к счастью, это клинически никак себя не проявляет. Вот тромбоз на каофильтрах. Самые разные модели. Редчайшее осложнение – это гематома после имплантации каофильтра. Конечно, причина является та, что элемент фильтра попадает в какой-то артериальный сосуд. Сосуд с высоким давлением. Ну, я либо, даже я вот наблюдал одно, в одном случае, было ранено вазором. То есть, мелкая артерия, питающая стенку вены. Вообще казуистическое осложнение – это миграция в печёночные вены. Это наш фильтр-зонтик. Наш отечественный фильтр Рептелла. Ну, видно, что он вообще подобран не по размеру, естественно. И в отдаленном периоде возникает его разрушение. Вот элементы фильтра, они находятся за пределами вены, либо в стенке вены. Вот, тромбоз на каофильтре. Также осложнение у импортных, у зарубежных фильтров. Если фильтр нежный, то он легко перемещается по нижней полу вены, разрушается. Если фильтр грубый, то он выходит за пределы стенки вены, вот видно здесь. Попадает в различные структуры. Тромбоз на каофильтре. Ну, и, естественно, учитывая вот такую ситуацию, все исследователи пришли к выводу, что фильтры нужно ставить на время. Это было решено уже где-то лет 15 назад. И вот прошло время. И что такое на время? По данным Института Склифосовского, который ставит, кстати, фильтров больше всех у нас в России, и 90% ставит именно временные модели фильтра. Оказалось, что показаниями к удалению фильтров они выявили только у 29%, это 6,6%. А удалось удалить только у 2-3 из этих больных, что соответствует, в общем-то, 5,5%. Известно по литературе, что в среднем удается удалить временные фильтры только у каждого 5-го больного. Как видите, что проблема с временными фильтрами, проблему профилактики тромбоэмболии легочных артерий не решает. Почему так случается с фильтрами? В свое время, когда создавались фильтры, к ним были предъявлены определенные требования. Устройство должно имплантироваться просто. Устройство должно надежно фиксироваться в Вене. Ну и, естественно, быть безопасным. Первое, ну, конечно, себя не оправдало, потому что упрощение устройств для имплантации и самих фильтров, безразмерность фильтра, делает этот фильтр в отдаленном периоде. То есть, фильтры не выполняют свою функцию. Надежная фиксация к стенкам вены осуществлялась за счет того, что фильтры просто заклинивались в нижнюю полую вену. Если, как я уже сказал, фильтр нежный, то нижний полый вен его как бы разрушает, перемещает. А грубые фильтры, они травмируют стенку вены и вызывают рубцовые изменения и тромбоз на самом каофильтре. При использовании каофильтра Корона, о чем сегодня идет речь, мы заметили одну особенность. То есть, мы контролировали эти фильтры в отдаленном периоде и увидели, что фильтры меняют свою конфигурацию вместе с нижней полой вены хитро. То есть, правая свободная стенка нижней полой вены на вдохе как бы выходит вперед, передняя стенка опускается вниз больше, чем задняя. И конфигурация нижней полой вены, вернее, нижней полой вены осуществляет такое хитрое винтообразное движение. И вместе с ней перемещается и каофильтр Корона. А каофильтр Корона создан по другому принципу. То есть, он не заклинивается в стенку, в просвет нижней полой вены, а только касается стенок нижней полой вены, надежно цепляясь своими крючками фиксирующими. А эти крючки, кстати, взаимствованы у природы. Изобретатель прототипа этого фильтра шел по полю, у него зацепился репейник за брюки. Он взял этот репейник, посмотрел под микроскопом и скопировал форму репейника. Вот за счет этого и фильтр надежно цепляется за стенку. Мы собрали данные литературы, как отдельных авторов, так и обзоры литературы. И видите, что самое тяжелое осложнение – это тромбоз на каофильтре. У этих больных участие, естественно, возникает более тяжелая тромбоэмболия легочных артерий. Слава богу, перфорации, разрушения, фильтры, перфорации стенок нижней полы, вены и разрушения, они, как правило, не имеют клинических значимых проявлений. Но вот миграция, она, конечно, зачастую бывает драматична, а то и трагична. Вот в нижней строке, видите, это проценты тех неприятностей. И одно осложнение, о котором я скажу позже, они, естественно, выгодно отличаются от всех других показателей по другим моделям фильтра. Вот это осложнение. Причем это в ближайшем постимплутационном периоде. Видно, что два лучика вышли за пределы нижней полы вены. Как я сказал, сама перфорация стенки нижней полы вены нежными лучиками, она не вызывает никаких неприятностей. Но оказалось, что у больной имеется большая опухоль яичника, которая задавила не только нижнюю полую вену, но и мочевые пути. А эти два лучика как раз попали в прилоханочный отдел мочеточника, вызвав небольшой мочевой затек. Больной была установлена нефростома, и КАО-фильтр был захвачен, это буквально на пятый день, и переставлен на сантиметр выше. На этом все осложнение и закончилось. В отдаленном периоде мы наблюдали у шести больных разрушение элементов КАО-фильтра. Самое раннее разрушение – это полтора года. В среднем фильтры у этих шести больных разрушались где-то к шести годам. Но я думаю, что эти осложнения носят чисто косметический характер, и клинически себя никак не проявляли. Очень важно имплантируют фильтр в правильное положение. Вот когда имплантируются фильтры, всегда ориентируются по уровню впадения почных вен. Вот в данном случае фильтр имплантирован под левую почную вену, но оказалось, что правая почная вена впадает ниже. А это самая подвижная часть нижней полой вены. И через год и 4 месяца видно по КТ, что один лучик вышел за пределы вены, а еще через 5 месяцев этот лучик просто обломился и лежит за нижней полой вены. Вот на этом слайде видно, что КАО-фильтр немножко перекосился. Сложности имплантации КАО-фильтра возникают, когда имеется определенная форма нижней полой вены. Вот видно, что здесь просто щелевидная форма нижней полой вены, но тем не менее фильтр расправился. Правда, не совсем адекватно, но через 2 недели он принял более-менее приемлемую конфигурацию. Если КАО-фильтр имплантирован адекватно, а в данном случае имплантирован КАО-фильтр четвертого номера, это широкий фильтр, самый неудобный вены, то видно, что через 7 лет никаких осложнений и разрушений этого фильтра нет. Ну и, естественно, чему, что способствовало таким хорошим результатам и эффективности, и практически отсутствию клинических осложнений. Это технические особенности КАО-фильтра, который, кстати, сделан из материала немагнитного. Технические особенности КАО-фильтра, они постоянно у нас совершенствуются. Сейчас уже начали использовать не круглый КАО-фильтр, а овальные формы КАО-фильтра, которые больше подходят по конфигурации нижней половой вены, где он имплантируется. Ну и, конечно, нужно неукоснительно следовать всем принципам работы по имплантации КАО-фильтра, накопленным практически за полвека. И, естественно, не прятать голову в песок, а тщательно анализировать те сложности и осложнения, которые при этом происходят. Вот КАО-фильтр, чем же он отличается? Во-первых, он более устойчивый. У него точки касания вены разведены далеко. Имеется антиперфорционный механизм. То есть, благодаря вот этому загибу, крючки КАО-фильтра не пронизают стенку нижней половой вены насквозь. И даже при сужении нижней половой вены крючки не впиваются глубже. Вот это демонстрируется, так сказать, в натуре. На контур выведена вот эта вот площадочка, которая чуть-чуть проминает стенку вены, а крючок только цепляется за внутреннюю оболочку. КАО-фильтр практически не имеет магнитных свойств. Может быть, с этим и связано то, что на его элементах снаружи не образуется никаких налетов. Ну вот видно, что вот небольшая тень в просвете нижней половой вены. Также это вот в поперечном положении. И даже вот на одном из снимков видны элементы фильтра. И нет такого вот большого пятна, что при МРТ возникает у больных при металле. Вот фильтр, кстати, им можно манипулировать не только по ходу имплантации, но и после имплантации. Вот видно, что фильтр сначала был имплантирован неправильно, его центрующий лучик зацепился за почечную вену, он переставлен. Опять оказалось, что он не на том уровне. И затем уже имплантирован на тот уровень, на должный уровень. Вот фильтр с авосной вене и будет служить долго. Уровень имплантации КАО-фильтра. Чрезвычайно важный нюанс. Если имплантирует фильтр ниже почечных вен, то если фильтр уловит крупный тромбоэмбл, либо тромбоз дойдет до КАО-фильтра, и то сверху возникает как бы турбулентное движение, и над фильтром может образоваться более крупный флотирующий тромб. Поэтому в данном случае фильтр сразу же захвачен петелькой и переставлен в надлежащее положение. Вот это демонстрация именно того, что я сказал. У больного с ДВС-синдромом тромбоз дошел до фильтра, но над фильтром уже не распространялся, потому что он имплантирован на правильном уровне. И обратите еще внимание, что несмотря на окутывание тромботическими массами, все элементы фильтра свободны от налета. Вот наглядная демонстрация работы КАО-фильтра. КАО-фильтр имплантирован больному по поводу массивной тромбоэмболии легочной артерии. Больной погиб через месяц от других причин. И видно, что на КАО-фильтре уже остатки организованных тромботических масс. И даже создается впечатление, что эти тромботические массы как бы отходят от элементов фильтра, не то, что они прилипают к металлу, к этому. И вот стрелками показаны как головка, так и лучики фильтра, свободные от налетов. Наш материал. За 15 лет мы имплантировали более 1300 КАО-фильтров. И для онкологических больных абсолютно неважно, флотирующая верхушка тромба, не флотирующий тромбоз. Большинство онкологических больных требует специфического лечения. И даже есть группа больных, где нет острого тромбоза. Но химиотерапевты знают, что если больной диссиминированный, и проводить ему длительную химиотерапию или облучение, то у него быстро возникает обострение тромбоза и эмболии легочных артерий. Эффективность имплантации КАО-фильтра оценивалась по той задаче, которая перед ним составилась. Именно профилактика тромбоэмболии легочной артерии. И она соответствует 99,6%. В отдаленном периоде клинических осложнений мы не наблюдали, но примерно у 15% больных по данным УЗИ, КТ и даже аутопсии под фильтром находили тромбоэмболы в различную фазу лизиса. Теперь по показаниям. Есть у меня еще 2 минутки. Это очень важно сейчас и своевременно. Дело в том, что обычные флебологические показания, они только 4. И обратите внимание, что нет уже флотирующего тромбоза. Есть эмболоопасный тромбоз, потому что если массивный тромбоз, он сейчас не имеет флотирующей верхушки, а через 10-15 минут эта верхушка может появиться. Невозможность проведения надлежащей антигулянтной терапии, неэффективность антигулянтной терапии и опасность рецидива тромбоэмболии легочной артерии. Это общепринятые чисто флебологические показания. Теперь зарубежные показания. Обратите внимание, кроме различных интерпретаций с антигулянтами, как классических, так и расширенных показаний, имеется группа больных, у которых нету венозных тромбоэмболических осложнений, но к ним относятся больные с травмой, больные с ожирением и больные с нарушением двигательных функций. Этим больным, правда, рекомендуется имплантировать только временные модели фильтра. Мы в своей практике стараемся пользоваться показаниями клинических рекомендаций, которые написаны врачами, которые ежедневно имеют опыт работы с такими больными. У нас в онкоцентре это целое отделение. Вот, конечно, в сухие строчки все разнообразие протекания онкологического процесса и венозных тромбоэмболических осложнений вставить трудно, но документ есть документ. Мы это все сюда вставили. Но суть этих показаний заключается в одном, что есть две группы больных. Диссиминированные онкологические больные, которым кавофильтр нужно имплантировать при любом тромбозе в системе глубоких вен нижней конечности и таза. А у больных с недиссиминированным онкологическим процессом, который требует специфического лечения. Нужно учитывать массу различных нюансов. Поэтому в каждом конкретном случае при развитии венозных тромбоэмболических осложнений решение об имплантации кавофильтра должно применяться коллегиально и оформляться консилиумом. Я думаю, что это требование подходит и к тем тяжелым группам больных, больных, которые не онкологические и не имеют венозных тромбоэмболических осложнений. На заключение хочу сказать, что если с одной стороны имеется явная настороженность, обусловленная неблагоприятной статистикой венозных тромбоэмболических осложнений, особенно у онкологических больных, а с другой стороны то, что осложнений после применения кавофильтра корона практически нет, то именно у онкологических больных не следует пытаться начинать с тромбоэмболических, с лечением антикогулянтами, а сразу нужно имплантировать кавофильтр и продолжать параллельно воздействовать на свертывающую систему крови. Создается впечатление, что всем онкологическим больным я рекомендую ставить кавофильтр. Это не так. Нужно творчески подходить к этому процессу. Вот, например, больной прооперирован по поводу первой стадии рака желудка. До операции у него не было тромбофлебита глубоких вен, но во время операции он возник, возникла эмболия легочной артерии, и ко мне приходит Валерий Андреевич, давайте имплантируем фильтр. Мы решили фильтр не имплантировать, начать с антикогулянтной терапии, потому что онкологии вроде бы уже нет, главного провокатора, и мы были правы. В дальнейшем у него тот тромбофлебит, который развился на фоне онкологии, на фоне операционной травмы полностью ликвидировался, и больной ходит без кава-фильтра. То есть это один маленький нюанс. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Валерий Андреевич. Кому угодно задать вопросы. Да, Кирилл Ильич. Валерий Прошу прощения, такой вопрос практически. То, что касается съемного кава-фильтра, короны, какой самый большой срок он у вас стоял после установки его удаления? Месяц, два, три? И если это больше промежуток времени, то чего нужно бояться, когда его удаляешь? Спасибо. удаление фраза, 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 наиболее наиболее актуальны? там же онкологических больных мало, а показания были только у 6,5%, а у других больных нельзя было удалить. Не технически, а были противопоказания. Спасибо. Продолжаем работать. Можно, Кирилл Нарчич, еще один вопрос, маленький, практически совершенно. Валерий Андреевич, на что бы вы рекомендовали обращать внимание, когда мы решаем вопрос о установке КВ-фильтра? На какие показатели? Может быть, показатели крови, может быть, состояние пациента, может быть, предполагаемый срок жизни, конечно, это грубо, но тем не менее, предполагаемые результаты лечения. На что практический онколог должен обратить внимание, когда он предполагает, что этому пациенту показан КВ-фильтр? Значит, конечно, разнообразие вариантов очень большое, но основным является наличие онкологического заболевания и необходимость дальнейшего проведения специфического его лечения. Если, например, прооперировали вроде бы как радикально, но профилактически дальше нужно проводить химиотерапию, то, конечно, этому больному нужно имплантировать фильтр при наличии источника, даже без тромбоэболии предварительно. Вот это основной предмет. Спасибо. Спасибо.